Когда вышла в июле 2014 года вот эту книгу, которая в ноябре 2013 закончила, «Преодоление лжи», и когда люди ее начали читать и прочитывать, у меня со многими была обратная связь, поскольку она мне интересна. И если люди не просили мой телефон, мы вас прочтем, если мы напрасно купили, я говорю, пожалуйста, я никогда не отказывал в своем телефоне. Или в крайнем случае можно по телефону издательства найти. И когда стали поступать буквально заявки, просьбы написать как бы продолжение «Преодоление лжи», потому что она как бы предсказывает, что вот с такой мифологией, с таким менталитетом, шавеллистическим, имперским, вот то и все, когда будет продолжение, буквально. И я начал подумывать в определенное время, когда, и я вам скажу, какое, когда мне пришлось уехать из Донецка, после, скажем там, установления власти ДНР, то я подумал, что часть репортажей моих, часть репортажей, материалов, там же она разная, то это тоже может войти в кону книги. И вот тогда я засел где-то, так уже более-менее сознательно, целеустремленно, с лета 14-го. Хорошо, скажите, вот на ваш взгляд, как исследователя пропаганды по первой книге, отличается ли пропаганда современная российская, путинская, от пропаганды советской? В чем вот вы видите основные различия? Есть различия. И довольно существенные. Дело в том, что при всей своей, ну скажем, глобальной лживости и лживости, я бы сказал, такой естественной, биологической, как вот, ну, даже последний из магикан Горбачев, он все время до конца твердил о историческом выборе народа. Он не мог из этой колеи выскочить, вот из этой социалистической, коммунистической колеи. Но они соблюдали некие правила приличия, старались соблюдать. Российская пропаганда там вне морали, вне какой бы то ни было человеческой этики. Это запредельная ложь. Запредельная. Вот с этими, вот у меня в книге это есть, я беру конкретно заявление Министерства иностранных дел России от 14 марта 14-го года о событиях в Донецке. И я вот конкретно, там ни одного слова правды, но самое страшное в этом заявлении, что они, по сути дела, выдали, что та провокация, это кровопролитие, которое произошло в Донецке на центральной площади 13 марта, было заранее подготовлено. Это было 13 марта 2014 года. Да, да, а заявление было 14-го, но оно моментально было, что еще нельзя было, ни милиция, ни все, не могли дать, ничего такого. То есть, они уже знали, то есть, это провокация Министерства иностранных дел, те, кто составлял текст, или те, кто был модератором этого текста и заказчиком, там Лавров, не Лавров, там Захарова, не важно, они знали, что такие события 13 марта произойдут. Заявление было готово ранее. Пропаганда российская не только цинична, не только лжива, оно является не косвенным, а прямым соучастником тех преступлений. И вот 13 марта был убит Дима. Он был, я хочу напомнить, представителем политической партии «Свобода». Да, там было написано, ну просто, что убит, но что на нас, на нас, украинских патриотов, скажем так, напали украинские патриоты, другие, нас избили и убили. Ну и так далее, так далее. Дима Чернявский, замечательный совершенно парень, я бы сказал уникальный, единственный ребенок у родителей, было его 22 года. И так был воспитан родителями, он своих сокурсников по университету на «вы» называл. Я вот рассказываю вам, у меня дрожь в голосе, и, ну в общем, лучше погибают первыми, у французов есть такая поговорка.